здравствуйте друзья в эфире геоэнергетика инфа максим радайкин и мой постоянный собеседник александр фролов здравствуйте 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 александр в сша объявляют очередной аукцион на пополнение стратегического резерва нефтью его приурочивают объясняют тем что он направлен на устранение значительных глобальных перебоев поставках вызванных войной путина на украине и на поддержание хорошего снабжения внутри рынка обосновывают красиво то что вот бензин то дорожая сша из-за путина дорожал я прошу заметить дорожал от или у них все хорошо прошу теперь все прекрасно теперь все прекрасно я сразу предлагаю людям которые смотрят ролик про соединенные штаты требует чтобы его рамках обязательно говорили про рынок российской федерации рынок моторных топлив российской федерации специально для вас сразу скажу в россии бензин в полтора раза дешевле чем в среднем в соединенных штатах америки и да мы знаем что зарплаты у нас у всех разные мы знаем что количество литров на эти зарплаты можно купить разное очень очень разные специально для вас для размышления пищу подкину на украине бензин стоит в два с половиной раза дороже чем в российской федерации и примерно столько и примерно в два раза дороже стоит в сербии давайте пока вы думаете об уровне жизни в этих странах и о том как связаны цены с уровнем жизни мы перейдем непосредственно к теме этого ролика а ваши оригинальные комментарии мы конечно же ждем под этим роликом обязательно их оставлять так вот о чем у нас идет речь мы не раз поднимали тему пополнение распродажи сначала а потом пополнение стратегического нефтяного резерва соединенных штатов америки последние лет 50 активно наполнялся этот резерв из него периодически происходили распродажи но в общем и целом он достиг в какой-то момент аж 700 миллионов баррелей потом были распродажи и которые привели к тому что объем нефти в этом резерве концу 21 года достиг порядка 617 миллионов баррелей это очень много этого хватило бы чтобы всю планету снабжать в течение шести дней если кто-то считает что это мало нет дорогие друзья это действительно много соединенным штатам америки 600 миллионов баррелей хватило бы на хватило бы на то что прекратив собственную добычу и полностью прекратив импорт нефти из-за рубежа логично импорт нефти полностью снабжать внутренний рынок в течение примерно примерно месяца учитывая что в день соединенные штаты потребляют порядка 20 миллионов баррелей то вот 600 точнее 617 миллионов это более чем значительная величина но это было в конце 21 года и здесь стоит напомнить что в конце 21 года началась большая распродажа однако как верно заметил максим в сообщении министерства энергетики соединенных штатов 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 америки не в russia today не в эфире радио комсомольская правда не в эфире первого канала но в конце концов не в эфире fox news которые сейчас может быть недолюбливают администрацию байдена и всячески ему вредят а на правительственном ресурсе на официальном сайте министерства энергетики я надеюсь что даже прикрепят соответствующую ссылку под этим видео чтобы все желающие могли пройти прочитать проконтролировать все ли мы точно изложили так вот на этом сайте сообщение о новом тендере на закупку нефти для нужд стратегического резерва сопровождается объяснениями в стиле мы распродавали эту нефть двадцать втором году чтобы нейтрализовать глобальные перекосы в поставках которые вызваны войной путина на украине это цитата если вдруг кто-то сейчас это мы цитируем сайт министерства энергетики соединенных штатов америки они вот так пишут кроме того специально для той части нашей аудитории которая ну по каким-то необъяснимым причинам не доверяет нашему мнению о важности цены моторного топлива для избирательной компании действующего президента а также избирательной компании те кто претендует на пост президента соединенных штатов я замечу что в этом сообщении министерство энергетики соединенных штатов америки в том же абзаце в котором они рассказывают про глобальные перекосы с которыми столкнулись мировые поставки в двадцать втором году из-за понятно чего там же говорится о том что распродажа позволила снизить по данным министерства финансов соединенных штатов америки снизить цену на бензин на 40 центов для простых американцев 40 центов за галлон это специальный американский галлон который равняется примерно трем целым семидесяти девяти сотым литра галлоны разные в разных странах они разные а так как в соединенных штатах америки они все еще играют в 18 век и они не знают что есть метрическая система у них все еще есть галлоны и галлоны не абы какие специальные американские галлоны которые отличаются других галлонов для понимания в других странах галлоны это четыре с половиной литра но вот у них три целых почти восемь десятых семьдесят девять сотых ладно не суть вот то есть это сорок центов за вот этот американский галлон подешевела моторное топливо как здорово кто молодцы мы молодцы чья администрация молодец байдена и харрис молодец администрации они так пишут администрации байдена харрис вот а то есть по мнению министерства энергетики соединенных штатов америки необходимо постоянно напоминать простому потребителю который будет черпать информацию из крупных агентств цитирующих официальные сообщения министерства энергетики о том что смотри друг мы не просто так распродали вот этот вот эту нефть и стратегического резерва а чтобы тебе специально бензинчик дешевле продавался здорово вот мы молодцы к за кого надо голосовать за нас надо голосовать для них действительно бензин является важнейшим внутриполитическим фактором и тут ирония ситуации заключается в том что вот этот абзац который мы сейчас цитировали про распродажу для устранения перекосов глобальных поставках кстати а что это означает вот извините отскочим в сторону что это означает это означает впрочем нет давайте двигаться последовательно вот в этом абзаце где они рассказывают и про бензин и про перекосов глобальных поставках они говорят о распродаже 22 года но я же чуть раньше говорил что распродажа началась в конце 21 года более того если отмотать наше видео который мы тогда еще снимали на троих и обсуждали значит вот на последние новости я там высказывал мысль о том что это распродажа 50 миллионов баррелей почему эту распродажу не надо игнорировать 50 миллионов баррелей было распродано было 617 распродали 50 миллионов это очень большая величина это больше любой другой единомоментной распродажи которая устраивалась ранее да понятно это не 50 миллионов сразу выкинули на тебя забираете это по одному миллион в сутки но как некий блок продаваемый это вот самая крупная величина была я тогда высказывал мнение о том что это ни на что не повлияет потому что если вдруг этот объем 1 миллион баррелей в сутки начнет влиять на мировой рынок опек плюс просто замедлят увеличение квот и парируют это это эти вбросы замедлением 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 роста своих квот на добычу ну и на поставку на мировую арену и если поднять цены того периода рынок действительно особо не заметил этого движения со стороны сша тогда после их распродажи через неделю пошли новости о новом штамме коронавируса который обнаружили в китае который стал распространяться и вот тогда так цены кстати припали по вследом за этим кстати припали и цены на моторное топливо в самих соединенных штатах америки но давайте отмотаем чуть назад а чего это вдруг они стали распродавать в конце двадцать первого года тогда вроде как и ну напряженность росла но 24 февраля 22 года еще не наступило что это они очень просто дорогие друзья бензин дорожал бензин дорожал еще раз для той части нашей аудитории да да мы знаем что в россии бензин до до стоит дорого в полтора раза дешевле чем в штатах в два раза дешевле чем сербии в два с половиной чем на украине дешевле чем много где мы знаем что у нас зарплаты мы знаем дорогие друзья мы говорим про соединенные штаты и про причинно-следственную связь между теми событиями, которые там происходили и происходят сейчас. Моторное топливо в Российской Федерации никакого отношения к этому не имеет. Вот к этой причинно-следственной связи не имеет. Поэтому вот я надеюсь, ваш опять же был, я удовлетворил упоминанием нашего рынка. А теперь возвращаемся в Соединенные Штаты. Для населения США ситуация выглядела следующим образом. При Трампе бензин подешевел, при Байдене бензин подорожал. Дело в том, что 50 процентов цены бензина в США в среднем, по данным Минэнерго Соединенных Штатов, это цена нефти. Еще процентов 25 это цена нефти, это стоимость нефтепереработки. То есть 75 процентов цены, которую в среднем видит простой американец, без учета каких-то перекосов, например, как наблюдаются в какой-нибудь Калифорнии, в среднем американец видит цену, которая на 75 процентов состоит из нефти и ее переработки. В Российской Федерации не так. У нас нефть до 15 процентов в конечной цене, опять же для понимания ситуации. Поэтому колебания нефти в долларах, да, и кстати, у нас национальная валюта это рубли, а не доллары. В США наоборот, у них не рубли, у них доллары, национальная валюта. Поэтому, когда нефть колеблется в долларах, у них из-за специфики ценообразования резко меняется цена моторного топлива на внутреннем рынке. У нас это не происходит, опять же, из-за специфики ценообразования, из-за того, что в конечной цене большая часть цены это налоги, там до 70 процентов. Так вот, дорогие друзья, и здесь мы имеем ситуацию следующую. В 2020 году при Трампе так совпало, нефть дешевела в 2020 году. Следом за нефтью дешевел бензин в Соединенных Штатах. И он достиг примерно той цены, по которой сейчас у нас бензин продается. Это вот они воспринимают как очень подешевевший. Да-да, мы знаем, в скобочках, мы знаем про зарплаты, мы знаем. Спокойно. Так вот, дальше. При Байдене бензин стал дорожать, потому что восстанавливались цены на нефть. Ну, соответственно, эти цены ложились в розничные цены, которые люди видели на стеллах автозаправочных станций. И получилось, что если в литрах считать, а не в американских галлонах, я боюсь, если мы сейчас в американских галлонах начнем говорить, у большей части нашей аудитории... Кстати, если вдруг вы нас из Штатов смотрите, помашите рукой. А тут некоторые канадцы, я смотрю, пишут. Вам тоже большой привет. Мне кажется, вы про причины чистого воздуха в Торонто несколько ошибаетесь. Ну да ладно, может, я заблуждаюсь. Так вот, в литрах получилось, что цена поднялась где-то с 64 центов до 90-95 центов. Люди стали роптать. Как это так? Что происходит? И этот ропот был важным внутриполитическим фактором, потому что в ноябре 2022 года наступали промежуточные выборы. Выбирались законодатели американские. И тут нельзя было упустить эту ситуацию, позволить этим электоральным настроениям меняться в ненужную вам сторону. Получалось, что при вас бензин дорожает. Вы не виноваты, да. Но при вас бензин дорожает. Люди на это смотрят и как бы пробрасывают свой негатив с вас на ту партию, которую вы представляете. И это, соответственно, меняет электоральные настроения перед выборами. Допустимо ли это? Нет, недопустимо. А просто обвинить Россию и Саудовскую Аравию, что вот они манипулируют рынком, тоже недопустимо. Ну потому что людям плевать. Вот как у нас здесь плевать, сколько бензин стоит в Соединенных Штатах, так и населению Соединенных Штатов плевать, что Россия, Саудовская Аравия манипулируют. Ребята, алё, я из своего кармана плачу свою крепкую зеленую бумажку, выкладываю за заправку. Сделайте, пожалуйста, так. Мне плевать, кто это делает. Мы же самая могучая страна. Скажите им, чтобы они перестали. А если не можете, но это вас надо поменять. Это значит, вы плохой, мы-то крутая страна. Это ты плохой, не можешь крутостью нашей страны в полной мере воспользоваться. И получилось следующее, что к концу 2021 года, в ходе восстановления цен на нефть, ситуация дозрела до такого уровня, когда пришлось устроить распродажу, чтобы сбить мировые цены или хотя бы, чтобы продемонстрировать, мол, мы что-то делаем. Наша администрация что-то делает. И только злые люди пытаются нам помешать. Кстати, про международных партнеров. Там американское министерство энергетики упоминает, что мы вместе с международными партнерами устроили распродажу. Правда, американское министерство энергетики немножко путается. Прям самую малость. Вот как они путаются в дате начала распродажи, говоря, что мы распродажу начали в 22-м году. Конечно, конечно. Видимо, такая мощная была распродажа, такой мощный повод, что в 22-м году вы ее начали, но как бы пространственный временной континуум, он так вот сдвинулся, что хронологически распродажа началась в конце 21-го года. Ну вот, понимаете, тяжело объяснить, только лучшие умы из Министерства энергетики Соединенных Штатов могут вам пояснить, как так получается. Начали в 22-м году, но как бы в 21-м. Так вот, и в 21-м году международные партнеры вместе с Соединенными Штатами начали также распродавать часть своих запасов. То есть там они говорят, мы в координации с нашими международными партнерами. Мы и начали распродажу, и они и начали распродажу. Международные партнеры – это Великобритания. В конце 21-го года Штаты призывали Китай, призывали ряд других стран, обладающих запасами, увеличить поставки на мировой рынок с тем, что вот у нас есть запасы, мы покупатели, но у нас есть запасы, мы часть этих запасов распродадим. Это уже вызывает подозрение, такой замечательный план, с объем цены, а потом будем вынуждены эти запасы пополнять, чем вызовем рост цен. Что-то ваш план нам не нравится, решили в Китае и не присоединились к этой ерунде. А Великобритания в великой мудрости своего руководства присоединилась и где-то 8 миллионов баррелей распродала в 21-м году. Точнее, с 21-го на 22-е годы. Все-таки тут 50 миллионов, тут 8 миллионов, ну, больше не можем извинить. А распродажа, которая началась в 22-м году, была вызвана тем, что рынок остро отреагировал на заявления Соединенных Штатов Америки. Мол, мы здесь сейчас, эх, как возьмем, как устраним российскую нефть с мирового рынка. Рынок понял, да, сейчас устранят российскую нефть, будет, значит, дефицит, мама родная, что творится. Руководство США имело в виду, что мы сейчас Россию прогоним, а на ее место кто-то придет. Но вот кто-то придет, это уже не слушали. Услышали только то, что Россия уйдет с мирового рынка. А это ой-ой-ой, это ой-яй-яй, это повод задуматься и ждать дефицит, потому что Россия один из крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов. Уход России, ну, там, из-за блокады, ну, разумеется, не может не сказаться на мировом рынке. Абсурд, ожидать чего-то иного. Но Соединенные Штаты надеялись, что ожидать будут чего-то иного. И фактически их громкое заявление о том, что мы устраним, привело к резкому росту цен. Если посмотреть вот на график роста цены, то мы увидим, что в марте 22 года цены делают так вверх. Почему? Потому что все послушали, как в марте 22 года президент США вышел, стукнул кулаком по трибуне и сказал, ух, мы сейчас всем устроим пузькину мать. Ну, хорошо. Рынок вас послушал, рынок отреагировал, вам не понравилось. Потому что вы до этого столкнулись с подорожанием бензина на своем внутреннем рынке и негативным изменением электорального настроения. Попытались парировать этот риск. У вас не очень получилось, но как бы, ну, вот что-то все-таки было сделано. И вроде как можно было продать потом населению, что цены, припавшие из-за ковидных ограничений в Китае, это потому, что мы тут надавили на мировой рынок, мы клевые, нас все еще слушаются, мы классные, голосуйте за демократическую партию Соединенных Штатов Америки. А тут хопа, нефть дорожает. Вместе с нефтью, плевать на нефть, казалось бы, вместе с нефтью, что самое ужасное, дорожает бензин на внутреннем рынке США. И доходит уже не просто там до 90 центов, до доллара. Он просто уходит за 1 доллар 20 центов куда-то вверх. И люди смотрят на происходящее и говорят, а, погодите, алло, алло, Байден, ты что? Не, мы, 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 что-то ты нам не нравишься. И партия, которую ты представляешь, нам не нравится. И вот тогда началась распродажа объемом 180 миллионов баррелей в сутки. Потом они добавили еще немножечко, ну, мы уже разбирали, почему они добавили еще немножечко. Ну, вдруг, если вы не слышали, то распродажа должна была закончиться прямо перед выборами. Но местное население как-то обратило на это внимание, говорит, Байден, ты что, распродаешь, чтобы демократов избрали? Нет, нет, что вы? И продлили распродажу еще там до конца 20, ну, фактически до декабря 22 года включительно. В итоге, если взять только вот эту распродажу и добавить еще те объемы, которые были распроданы в 23 году, уже гораздо тише, без вот такой огласки, без таких криков, то мы увидим, что объемы, объемы в стратегическом резерве сократились, сократились где-то на 245 миллионов баррелей. Да, 617, 245, даже не половина была распродана. Однако, это давало повод, что самое важное. Вот обратите внимание, мы каждый раз упираемся в то, что для президента Соединенных Штатов не очень важно, что там думают на международной арене, что там высказывает, не знаю, какой-нибудь Макрон, что говорит даже Владимир Владимирович Путин. В данном случае им не очень важно. Им гораздо важнее, как у них меняются настроения внутри страны и какие их, так сказать, просчеты, начинают использоваться политическими противниками для решения своих политических задач. Так, в частности, в 23 году стали идти, появились новости о том, что при Байдене запасы достигли минимальных отметок, ай-яй-яй, при том, что эти запасы все еще составляли на тот момент где-то 200, прошу прощения, 300-345 миллионов баррелей. Это очень много, это очень большие запасы. Их Соединенным Штатам Америки, в случае чего, хватило бы надолго. Но это все равно, это невозможно объяснить и середа, мы распродали, потому что, ну, запасов было избыточное количество, а нам тут надо было свои проблемы решать. Нет, тут противники кричат, что вы криворукие, вы ставите под угрозу безопасность наших родных Соединенных Штатов, ай-яй-яй-яй, не голосуйте за Байдена на следующих выборах. А Байдену надо, чтобы за него голосовали, ну, или за кого-то еще из его, так сказать, политических сторонников. Когда я говорю Байдену, я, понятно, говорю про некую группировку, промышленно-финансовую группировку, которую этот персонаж представляет. И вот есть другие группировки, которые хотели бы видеть кого-то еще. И если мы посмотрим на эту ситуацию с этой точки зрения, то дальнейшие действия той же администрации Байдена Харрис будут вполне понятны. Когда цены на нефть из-за неблагоприятных известий о мировом рынке упали примерно до... упали настолько, что позволили провести закупку в 72 доллара за баррель, они тут же провели эту закупку. Это было в конце весны, в начале лета. Первая закупка была за 72 доллара, потом за 71 с небольшим доллар еще 3 миллиона баррелей было куплено. И в итоге объем закупки составил где-то 6,2 миллиона баррелей. При том, что за несколько месяцев до этого, в декабре-январе, ну, с декабря по январь проходили закупки, в декабре 22 по январь 23-го годов, попытка закупить какие-то объемы, ну, планировалось не менее 3 миллионов баррелей закупить для нужд стратегического резерва, никакие закупить их не удалось, потому что администрация, администрация сидящая в Вашингтоне, хотела, чтобы продали эту нефть по 70 долларов. А тогда цены были такие, что продать какую-то нефть по 70 долларов, которую вы хотите, ну, то есть нефть с определенными характеристиками. Продать по 70 долларов вам зачем, если ее можно продать по 75, кому-то еще, а то и по 80. Давайте мы лучше по 75 или 80 продадим, а вам, ну, извините. И тут сложилась ситуация таким образом к лету, что получилось купить вот 6 небольшим миллиона баррелей для стратегического резерва. И тут летом, после этих вот закупок, цены выросли. Там подействовали ограничения, которые вводились в рамках ОПЕК+. Там подействовали добровольные сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии, со стороны Российской Федерации, ну, и со стороны массы других более мелких производителей, которые в ОПЕК плюс входят. И избыток, который возник из-за неблагоприятного развития экономики в первом полугодии, стал потихоньку рассасываться. Избыток предложения тоже исчез, ну, с точки зрения вот добычной составляющей. Есть запасы, из которых распродают, и есть коммерческие запасы, которые распродают. Не путать вот с этим государственным резервом, про который мы здесь говорим. Есть добычное предложение, то есть сколько добывается и сколько продается. И постепенно цены поднялись там до 90 долларов и выше. И тут в начале ноября началась активная компания, которая включала в себя массу словесных интервенций, ударивших по рынку. А рынок это ведь что? Это фьючерсы на месяц вперед в первую очередь. Соответственно, рынок это торговля будущим. И если вы достаточными ресурсами обладаете, вы на какой-то промежуток времени можете сбить настроение, создать впечатление, что в грядущем будет избыток предложения. При том, что зима это в принципе период, когда падает спрос на нефть. Ну, сезонный фактор начинает играть. Спрос на нефть падает. И вот сочетание словесных интервенций и сезонного падения спроса привело к тому, что сейчас бренд торгуется где-то в районе 75 долларов, периодически уходя ниже. Фактически, если посмотреть на графики 22 года и 23 годов, вот на графике четвертого квартала мы увидим массу похожего. То есть вот движения ценовые очень похожи были. И здесь администрация Соединенных Штатов воспользовалась ситуацией, чтобы купить еще 3 миллиона баррелей и таким образом довести общий объем покупок до 9 миллионов. Это покупки, которые уже проведены. И ранее администрация Байдена Харрис путалась в показаниях. Сначала Байден говорил, мы распродали по 90 долларов нашу нефть. Потом его поправила Минэнерго, сказав, нет-нет, друг, нет-нет, по 95, по 95. Просто Байден, когда озвучивал, это еще в октябре 22 года было, он, видимо, брал данные, ну точнее ему дали данные за весь период распродаж, включая вот эту распродажу конца 21-го, начала 22-го годов. А этим товарищам было интереснее, которые нам не товарищи, было гораздо интереснее показать распродажу именно 22-го года. Потому что цены тогда были выше в среднем, и можно было продать налогоплательщику это таким образом, что смотрите, ребята, мы распродали по очень высокой выгодной цене, выше, чем та цена, по которой мы закупали эту нефть для стратегического резерва. Ну как мы? То нас, ну неважно, мы покупали. Это позволило сбить цены для тебя, простой налогоплательщик. Сплошные выгоды. Мы офигенные коммерсанты, мы для тебя сделали бензин дешевле, и покупать нефть мы теперь будем только, когда она будет стоить 79 долларов или меньше. Вот сейчас 79 долларов или меньше. И они сейчас устраивают вот эти тендеры. Притом уже, по сути, есть два тендера на февраль и на март. И там где-то по 3 миллиона баррелей они закупают. Почему такой маленький объем? Ну как бы для штатов это маленький объем, но и в целом не самый впечатляющий. Так чтобы не создать переизбыток спроса на рынке. Да, зима это очень удобный, казалось бы, период для закупок. Они пытались этим принципом воспользоваться, я уже говорил, год назад, но тогда не получилось. Тогда цены пошли вверх. Но это ладно. А зима это удобное время для закупок, особенно когда цены под давлением этих вот факторов, которыми вы пытаетесь в том числе управлять. Вот это, о, да, будет избыток, ой-ой-ой. Ребята, ОПЕК плюс слишком много добывает, они зальют рынок нефтью. И вообще, посмотрите, они слишком мало сократили добычу. Это значит, они тоже ожидают, что будет избыток предложения. Ну, в общем, любую информацию можно подать так, чтобы было удобно. Чтобы было удобно вам. Если что, да, мы понимаем, что этот принцип относится и к тому, что мы говорим. Может быть, мы ошибаемся. Мы такое допускаем. Но вот по нашему мнению, в данной ситуации имели место словесные интервенции, задача которых сбить цену на период хотя бы вот зимний, потому что это удобный период для сбивания цен. И за счет этого создать благоприятные условия хотя бы для частичного восполнения стратегического резерва. Это будет хороший пиар-эффект иметь. То есть вы внутреннему потребителю говорите, видали? Мы говорили, будем закупать. Мы закупаем. Мы говорили, будем по цене более выгодной, чем мы продавали покупать. Мы покупаем. Мы продали по 90 долларов. А покупаем, смотри-ка, по 95. 95. Мы оговорились. 95 долларов. Мы по 95 долларов продали. А теперь мы покупаем. Видали? По 73 доллара. 73 доллара за баррель. Кто потрясающие коммерсанты? Кто все делает для родных американских налогоплательщиков? За кого родной американский налогоплательщик должен проголосовать? Это все одна составляющая. А вторая составляющая. Необходимо иметь в кубышке возможности для маневра, если угодно. То есть вам необходимо иметь возможность, если что, начиная где-то со второго квартала, устроить новую распродажу. У вас должно быть достаточно резервов для того, чтобы если ситуация на рынке будет складываться неблагоприятным для вас образом, устроить распродажу, которая будет давить на этот рынок. Притом сейчас надо подготавливать почву, которая будет в рамках... То есть нужно создавать определенные идеологемы, подавать людям определенные идеологемы, зацепившись за которые вы сможете потом говорить, да-да, мы раньше покупали, но теперь злые люди воспользовались нашей добротой, взвинтили цены, чтобы ты, простой американец, больше платил за бензин. Ну, мы помним, да, что... То есть это можно было бы как шутку расценивать, но это ведь президент США говорил, что Путин ходит и подкручивает ценники. Да, мы утрируем сейчас, но смысл был такой, что ценники-то на внутреннем рынке США это Путин подкручивает. Безумие. Знаете, у нас вот про Байдена сколько не шутили, но все-таки на уровне президента страны подобные вещи никто не говорил. А вот там нормально. Что виноват? Путин. И что ты тут скажешь? Что Путин не виноват? Да как так можно? Так вот, что это злые люди воспользовались, взвинтили цены и сейчас пытаются нашей добротой, нашей добропорядочностью воспользоваться. А все это они делают из-за чего? Из-за лютой злобы. Не потому, что они хотят добиться устойчивости мирового рынка, не потому, что они хотят, чтобы цены были стабильными, чтобы добыча развивалась стабильно, чтобы были благоприятные условия для средней и долгосрочного развития нефтегазовой отрасли, которая сможет обеспечивать растущий спрос на углеводородное сырье. Ведь при постоянных перепадах цены, при постоянном падении уровня инвестиций вы не можете обеспечивать стабильные поставки. Ну, точнее как, вы, допустим, вот в Российской Федерации можете. Если кто хочет поспорить, я готов. Я могу с цифрами, с толком, с расстановкой поговорить и про финансовые результаты, и про объемы восполнения запасов, которые демонстрировались в период кризисов с 14 по 23 годы. Ну, вот. Можно это делать на Ближнем Востоке, то есть при текущем уровне инвестиций восполнять извлеченные запасы и обеспечивать стабильный прирост. Но проблема-то для мирового, проблема мирового рынка в том, что ему нужна вся добываемая нефть, а не только наиболее выгодная, наиболее качественная, наиболее соответствующая определенным физико-химическим характеристикам, ему нужна вся нефть, которая добывается. И добывается сейчас там 100 с небольшим миллионов баррелей в сутки. Вот эти все 100 миллионов должны поступать. А в будущем 102, 103, 104, 110 миллионов должны будут поступать. И страны с наиболее выгодной добычей, мы к их числу относимся, так на секундочку. Наиболее дешевой добычей, мы к их числу относимся. Не могут удовлетворить весь этот спрос. Да, мы должны готовиться к тому, чтобы часть растущего спроса подминать под себя. Но мы не можем удвоить производство, чисто физически не можем удвоить производство и таким образом просто залить вот мировой рынок, удалив с него и Норвегию, и Соединенные Штаты Америки, и ту же самую Венесуэлу, кстати, у которой очень дорогое производство нефти. Мы не можем этого сделать, чисто физически не можем. Для этого нужны гораздо больше инвестиций, и на это никто не рассчитывает. И это означает, что падение инвестиций нужно рассматривать не в контексте вот средние затраты, такие инвестиции, такие, ну и вроде как одно с другим как-то соотносится. Ну, в смысле, одно вот не сильно влияет на объемы производства, ну, падение инвестиций не сильно влияет на объемы производства, дорогие друзья, нет. Надо смотреть на наиболее слабые звенья. А наиболее слабые звенья, это, кстати, тоже Соединенные Штаты Америки, демонстрировали следующее, что при любом кризисе, то есть, когда цены падали, когда возникал избыток предложения, при любом кризисе у них падала добыча, у них падали поставки на мировой рынок, на внутренний рынок. А сюда относятся и США, и Канада, и Венесуэла, то есть, ну, три страны с довольно дорогой добычей. А Норвегия, ну, Норвегия вроде как не снижала добычу, но у них финансовый результат был чудовищный. У местной компании были чудовищные финансовые результаты. И с 2014 по 2016 годы, и в 2018 году. Ну, хорошо, там, 2018 год соу-соу, потому что в четвертом квартале, по сути, кризис возник, поэтому там первые три квартала были хорошие финансовые результаты, а потом вот только четвертый всем под Кузьмин. В 2019 году были так себе результаты, в 2020 году были так себе результаты. И вот эта вся добыча зависит от уровня цены, которую мы сейчас видим на рынке. Если цены будут падать, инвестиции будут падать, добыча будет снижаться, в том числе в Соединенных Штатах. Но волнует ли это президента Соединенных Штатов? Хорошо, команду президента Соединенных Штатов. Нет. Я уверен, давайте так, я уверен, что их это не волнует, потому что перед ними стоит гораздо более простая задача. Успешно пройти выборы. Все. И вот все, что они будут делать, они будут делать для этого. Поэтому каких-то резких шагов против российской нефти до ноября 2024 года, на мой взгляд, ожидать не стоит. Поэтому каких-то избыточно громких заявлений до этого момента ждать не стоит. Подковерных каких-то шагов, которые будут давить на российскую нефтегазодобычу, которые будут давить на экономику России, да, это все будет. Но громких заявлений нет, потому что они спровоцируют рост цен. Каких-то резких шагов на нефтяном рынке нет, потому что можно спровоцировать рост цен. А вот после ноября 2024 года, это, кстати, намекает нам на то, что расслабляться-то не надо. Вот эта благостная ситуация, которая последний год на мировом рынке нефти длилась, она может закончиться в декабре 2024 года. Ну, в зависимости от результата выборов, там, частично. Хотя кого бы не выбрали, это, знаете, чужой против хищника, вот опять же. Кто бы там не победил, и дальше, кто помнит слоган этого фильма, который я не смотрел, но слоган знаю, слоган полностью напишите в комментариях. Да, это байт на комментарии, но мы хотим, чтобы видео продвигались. А как-то вот они вот, продвижение этих видео зависит от количества комментариев, от активности зрителей, ну и такое, все такое прочее. Вот, так что вот, дорогие друзья, новая закупка. Резюмируя, новый тендер на закупку имеет место. Имеет место потому, что нефть снизилась до... ушла ниже отметки 79 долларов, ниже отметки 79 долларов за баррель. И пока нефть будет ниже этой отметки, США будут потихонечку-потихонечку проводить эти тендеры. Сама по себе нефтяная промышленность мировая требует более высоких цен для стабильного инвестирования в добычу. Опять же, не в отдельно взятых странах, а в целом по миру. И поэтому, скорее всего, цены пойдут вверх. Потому что фундаментальные факторы играют все-таки против текущих цен, там 75 и ниже долларов за баррель. Нужно, чтобы они были выше хотя бы от 80 до 95. Правда, учитывая инфляцию, можно уже пересматривать этот показатель в сторону повышения, но будем пока считать от 80 до 95 долларов. Для стабильного выполнения всех необходимых операций, которые позволят в средней и долгосрочной перспективе стабильно поставлять нефть потребителями в необходимых, требуемых им объемах. Интересно ли это Соединенным Штатам как государству? Да, как отдельно взятым кругам, которые сейчас там заняты выборами и нужно вот просто хоть дальше, хоть трава не расти после нас. Переизбраться им это неинтересно. И вот это противоречие будет вызывать новые кризисы на нефтяном рынке. Ну и не забываем про бензиновый фактор на рынке Соединенных Штатов Америки. Ждем искрометных, свежих, оригинальных комментариев от той части нашей аудитории, которая не дослушала до настоящего момента, не послушала объяснения про российский бензин и прочее, а просто стала строчить свежие, искрометные, невероятно оригинальные комментарии на тему того, что вы лучше про наш рынок говорите. Если вы увидели такой комментарий, обязательно поставьте лайк, скажите, что этот комментатор большой молодец. Мы надеемся, что эти люди будут под каждым нашим видео ходить и писать эти комментарии. Потому что, еще раз, активность комментаторов помогает продвигать видео. Поэтому мы на каждого из вас рассчитываем. Большое спасибо. Если вам это видео показалось интересным, лайк, комментарий. Если есть конструктивная критика, опять же, комментарий. Постараемся прочитать. Ну и на этом, дорогие друзья, все. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписываемся на геоэнергетика.инфо в Дзене, в Телеграме, на Ютубе обязательно. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном в комментариях. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на Ютубе в условиях лишения монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, и подписывайтесь на мой Телеграм-канал «нефтегазовая игра». Ну и действительно, на сегодня все. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok